Всем добрый день, это проект Редколлегия Читару. Меня зовут Андрей Козлов, со мной Екатерина Шайтанова. Здравствуйте. Мы редакторы Читару и сегодня мы хотим поговорить про то, что в Забайкальском крае появился новый министр здравоохранения. Это Оксана Владимировна Немакина. Судя по тому, что написано на сайте Минздрава, она не полноценный пока министр здравоохранения, а как водится в правительстве Забайкальского края, исполняет обязанности. Видимо, ее кандидатуру должен кто-то согласовать. Загсобрание? Нет, Загсобрание согласовывает только вице-премьеров, насколько я знаю. Они же хотели, министр начать согласовывать. Но у них на это уйдет еще три созыва перед тем, как они вернутся к этой истории. В общем, она исполняет обязанности, я полагаю, что ее федеральный Минздрав должен согласовать, но не уверен. До этого министром была Анна Михайловна Шангина, которая сама ушла в отставку, судя по всему, написала заявление об отставке, и сегодня мы поговорим о том, почему с нашей точки зрения Шангина это заявление написала, что этому предшествовало, что мы про это думаем, откуда взялась Немакина, и что мы думаем о том, насколько эффективным министром она будет, а также обсудим в очередной раз кадровую политику действующего губернатора Забайкальского края Александра Михайловича Осипова. Человека, который то ли с трудом принимает решения, то ли вовсе их не принимает, по-моему. Хватит, не переключайтесь. Не переключайтесь, да. Так вот, Оксана Владимировна Немакина. Катя, что ты знаешь про Оксану Владимировну к настоящему моменту? Я знаю, что вечером в пятницу начала раскручиваться эта история. Сначала у нас появились источники, как это водится в последнее время. Потом мы начали искать подтверждение и быстро нашли, что действительно назначена Немакина. По-моему, это отреагировало, прислуживало правительство, на распространяющуюся информацию о ее назначении из источников. Оксана Владимировна Немакина, я знаю, что достаточно молода. По-моему, она на год или на пару лет старше предыдущего министра Анны Шенгиной. Что она работала главным врачом в госпитале ветеранов. По-моему, какое-то отношение она еще имела в клинике The Time, если я ничего не путаю, но я в биографии этого не видела. Те врачи, с которыми я успела поговорить до сегодняшней записи, полярны в своих оценках Немакиной. Это немножко удивительно, хотя в последнее время для медицинского сообщества, может быть, и не удивительно. Часть врачей говорят, что какой кошмар, зачем нам ее назначили, что с нами будет, мамочки, мамочки, это эксперимент над здравоохранением. Часть врачей говорит, что это серьезный, сильный профессионал, и всем повезло, что она согласилась на эту должность. Я думаю, что в любом случае всем повезло, потому что, по-моему, уже никто, как мне казалось, не был готов согласиться, и вот кто-то согласился. Да. Во-вторых, я думаю, что... Ну, может быть, я не права, сейчас меня скидают камнями, скажут, что это сексизм. Но я бы хотела видеть на посту министра здравоохранения мужчину. Это сексизм. Да. Ну, по крайней мере, мне кажется, что это слишком серьезная, тяжелая и ответственная работа для молодых женщин. Да, Оксана Владимировна действительно молода, но уже не настолько, насколько это периодически происходит. Она родилась в 77-м году, это значит, что ей в этом году будет 43 года. То есть, она на 3 года старше, например, меня, мне в этом году будет 40 лет. Кошмар. Да. И она действительно гораздо более опытный руководитель, чем была та же Анна Михайловна Шенгина, которая возглавляла какое-то узкое направление, которое касалось кардиологии. Да-да. Кардиоцентр, по-моему, какой-то, в какой-то бюджетной структуре. Или отделение кардиологии. Или отделение, что-то такое. То есть, у нее опыта управленческой работы не было у Шенгиной. Нет, было, но было меньше, чем у Немакиной. Да, у Немакиной гораздо больше опыт, насколько я вижу по биографии. То есть, она действительно руководила Забайкальским краевым клиническим госпиталем для ветеранов войн. Это большое медицинское учреждение. Работала вот в этой структуре, которая Дорожная клиническая больница. Это железнодорожная структура. Она там работала во времена, когда всей этой системой здравоохранения на ЗАБЖД руководил предыдущий министр здравоохранения Лазуткин. И я подозреваю, судя по биографии, что в систему бюджетного здравоохранения она попала именно во времена Лазуткина. И можно предположить, что они там как-то связаны. Но также она работала в Росздравнадзоре во времена, когда там работала вице-губернатор Айгма Гармаевна Ванчикова. Поэтому не исключено, что к назначению Оксаны Владимировны Немакиной, не то что не исключено, а совершенно очевидно, может иметь отношение вице-губернатор Ванчикова, которая во всей этой сложно сочиненной системе органов исполнительной власти, видимо, курирует весь социальный блок. Ну, насколько я понял, нет, нет, там есть два вице-премьера, которые работают в структуре краевого именно правительства. Это Щеглова и бывший министр культуры Цемпилова. А вице-губернатор, она же в правительство не входит, она заместитель именно губернатора, она курирует этих вице-премьеров. Стратегически. Да, насколько я понял из беседы, в том числе с Айгмой Гармаевной. И вот Айгма Гармаевна совершенно очевидно знакома с Оксаной Владимировной, видимо, имела отношение к ее назначению. Но мы, я думаю, Айгму Гармаевну пытались спрашивать, уже давала она нам комментарии по этому поводу? Ну, мы точно обзвонили всех по списку, комментария нет, это значит, что или мы не дозвонились, или Айгма Гармаевна не стала нам комментировать. Айгман Гармаевна, давайте, пожалуйста, уж прокомментируем, я думаю, что мы этого комментария добьемся. То есть, видимо, Оксана Владимировна знакома, с одной стороны, с Айгмой Гармаевной, с другой стороны, была знакома с ныне сидящим заключенным Михаилом Николаевичем Лазуткиным. Ну, после того, как сменилась власть в Минздраве, вот я вижу, что она пережила смену Лазуткина на Давыдова в этом госпитале для ветеранов войн, и Давыдова на Кожевникова, и Кожевникова на Шангену, то есть, она пережила, получается, всех министров, кроме Сармолотова. Сармолотова она не застала, когда был Сармолотов, она работала в Дорожной клинической больнице. То есть, опыт работы у Оксаны Владимировны гораздо больше, чем у Шангеной, это вызывает сдержанный оптимизм. Ну, Катина сексистское замечание про то, что лучше бы там был мужик, я, честно говоря, не поддерживаю, наверное, все-таки бывают сильные женщины-руководители, но мне ее... Да я не из этого исхожу, я говорю, что это сложно для женщины. Да, да. Я тоже действительно поговорил с очень многими врачами, с руководителями, в том числе в бюджетном здравоохранении, в коммерческом здравоохранении. Многие считают Оксану Владимировну техническим министром, то есть, министром, назначенным на некоторое время, ну, на короткое время, да, есть такое мнение. Я его тоже, как бы, не могу пока сформировать своего мнения окончательно по этому поводу. Все будет очень сильно... Наше мнение по поводу работы Немакины будет сформировано, ну, в ближайшие недели или месяцы. Она же должна себе показать как-то, да? То есть, она должна, видимо, провести какие-то назначения, привести какую-то команду или оставить эту, если там есть какая-то команда. Выйти как-то в публичное пространство, к счастью или, к сожалению, скорее к счастью, теперь министр здравоохранения, это публичная должность, нельзя не комментировать. То есть, несмотря на то, что губернатор задает тон ничего не комментировать, его подчиненные, министры, вице-премьеры, сейчас находятся в такой ситуации, когда отсутствие комментариев мгновенно приводит к формированию массы информации, информационных поводов, которые основаны на так называемых источниках. Но качество источников часто таковое, это мы с ними профессионально работаем с этими источниками. За всех не поручимся, да? Да, за всех не поручимся. Эти источники чаще всего это слухи. Да, и поэтому, если Оксана Владимировна не будет ничего комментировать, ее образ за нее сформируют другие люди. Поэтому про Немагину сейчас говорить довольно сложно. Но мы уже пробовали с ней составить беседу, журналисты звонили за комментариями. Оксана Владимировна, ну, может быть, даже резонно сказала, что дайте мне еще два последних дня, а потом уже звоните мне, я буду в должности. Да, я видел, что многие ее критиковали по поводу этого комментария. Чисто рушь, что дайте мне там два дня. Но я тоже считаю, честно говоря, это логичным. То есть, что она там могла прокомментировать в субботу, совершенно непонятно. А то, что она не готова к публичной работе, это тоже очевидно, потому что она никогда не была публичной фигурой. И это тоже классика жанра в ключевых назначениях в Забайкальской власти, когда на ключевые должности приходят люди, которых никто вообще не мог себе на этой должности представить еще буквально день назад. То есть, момент назначения – это всегда некое удивление. То есть, это всегда сюрприз. Исключений из этого правила практически не происходит. Канули в лету времена, когда министрами становились заместители министра. Когда вице-премьерами становились бывшие министры. Сейчас этого не происходит. То есть, сейчас система органов исполнительной власти – это такая более или менее стабильная прослойка промежуточных руководителей, на которую наверх периодически накидывают руководителей, про которых никто ничего не знает. Это, честно говоря, по-моему, выхолощивает стимулы вот у этой прослойки промежуточных руководителей вообще работать в этой системе. То есть, ты можешь всю жизнь быть заместителем министра и никогда не быть министром. Ну да, но ты, скорее всего, идешь на каком-то этапе, когда поймешь, что не будешь министром. Да, то есть, в итоге из этого слоя, вот этого промежуточных руководителей, постоянно идет текучка. То есть, люди вымываются, потому что у них перспективы никакой нет. Наверху все время может оказаться непонятно кто. И когда приходит этот непонятно кто, люди в том числе, ну это тоже естественный процесс, вымываются просто эти промежуточные руководители. Все это совершенно дискретная, аморфная и, по-моему, нерегулируемая система, которая приводит к кадровому хаосу и управленческому тоже хаосу в системе органов исполнительной власти Забайкальского края. Эта система, безусловно, сформирована губернатором и его посылами. Как он все это проводит? Я видел его комментарий, как он представлял министра здравоохранения Немакину. Слышал, что он говорит про Шангину, это слушать невозможно. То есть, это настолько оторвано вообще от реальности. Не просто давалась краю подготовка к особым условиям работы, к работе в условиях коронавируса. В этой связи было мной принято решение о назначении Анны Михайловны Шангиной для того, чтобы подготовить край уже в условиях, фактически разворачивающихся в мире и на территории страны пандемии. Я благодарю Анну Михайловну. Ей удалось решить наиболее важную и сложную задачу прошедшего года. Это подготовить медицину, учреждения края, многочисленные моностационары для работы с коронавирусными больными, соответствующие инфекционные койки, оснащение кислородом, оборудованием. При этом и организовать работу учреждений в условиях постоянного выбытия стационарных койок из работы по основным назначениям. Удалось организовать работу и всем остальным больным практически без существенного изменения, ухудшения летальности по этим видам заболеваний. Таким образом спасти сотни человеческих жизней и коронавирусных больных, и иных больных. Как можно было ставить шангину для того, чтобы зайти в пандемию коронавируса, если она вообще не имела опыта управленческой работы на таком уровне? И при этом еще относится к врачам той специальности, которая не лечит коронавирус. Ну да, это то же самое, что разбежаться, то есть можно представить себе условно очень узкую такую протоку, да, например, бежит река глубокая, есть высокая скала. Для того, чтобы попасть в эту протоку, нужно аккуратно прыгнуть, да, все рассчитать и прыгнуть туда, и тогда ты спокойно прыгнешь в реку. А можно разбежаться с закрытыми глазами, вот так вот сначала побегать, а потом прыгнуть куда попало. Какое-то внезапное образное. Да, и вот, по-моему, Осипов все время туда прыгает с закрытыми глазами куда-то вниз. Взять за руки Немакину, да? Да, и ни разу еще, по-моему, не попал в реку, в нужную ему. Вот, поэтому назначение Немакины, несмотря на то, что оно неожиданное совершенно... Почему неожиданное? В смысле? В смысле совершенно очевидно просилось отставку Шангиной. Нет, отставка Шангиной просилась, а то, что там появилась именно Немакина, то, что она здесь появилась, и то, что это неожиданное назначение, что это сюрприз, оно полностью вписывается в существующую кадровую политику регионального правительства и губернатора края. По поводу, что ты думаешь по поводу отставки Шангиной? Ты писала в своем прекрасном телеграм-канале по этому поводу какую-то колонку, даже маленькую. Я еще и в ленте писала колонку, ты плохо читаешь. Нет, я вычитывал уже в воскресенье. Вычитывал, да, прекрасно. Я думаю, что это плохо, отставка Шангиной в это время, в этом состоянии. Потому что это создание прецедента, когда полностью неконтролируемая информационная атака никем не управляемая, по-моему, и никем не сдерживаемая, привела к тому, что Шангина, я так подозреваю, что она самостоятельно приняла это решение об уходе. И правильно сделала. И странно, что только сейчас. Но, может быть, и не странно. То есть, по-моему, это создание прецедента, которое вредит и дискредитирует власть в регионе. Я полностью сказать и согласен. То, что происходило с Шангиной, было безобразно во всех смыслах. То есть, Шангину просто кинули на растерзание толпе. Я не единожды об этом писал. Ее никто вообще не поддержал. Она действительно совершила очень много ошибок грубых. В том числе ошибок, за которые, возможно, люди заплатили жизнями. Это касается истории, например, с тем, как работал онкологический диспансер после, ну, где-то внутри первой волны коронавируса. Тема, которую мы занимались. То есть, она там только пришла. Да, но тем не менее, действительно, Шангина согласилась на очень сложную должность. Ее назначение было ошибкой, это очевидно. Но она совершала ошибки, рискнула, встала на эту должность, выполняла эту работу как умела, как могла. Насколько у нее хватало опыта. И в момент, когда там случился кризис, ее все просто кинули там. Ее кинул губернатор в этой истории. Ее кинули вице-премьеры, которые присоединились гораздо позже. То есть, вице-премьер Щеглова в эту тему погрузилась уже, по-моему, в январе 2021 года в тему Харагунской больницы. Ну да. А вице-премьер Андрей Викторович Гурулев нашел в себе силы прокомментировать отставку Шангиной уже, отзывали ситуацию с Шангиной уже после ее отставки. Спасибо, конечно, Гурулеву за то, что он это сделал. Его немедленно за это раскритиковал губернатор, который ничего не мог прокомментировать. И раскритиковал за это своего зама, за то, что он позволил себе рот открыть по этому поводу. Да, да, он сказал, не надо драму устроить. Да, не надо драмы, хотя драма в этом, безусловно, есть. И я считаю, что в истории Шангиной не кисло было бы устроить драму. Не кисло было бы разобрать эту историю с точки зрения кадровой политики краевого правительства, с точки зрения подходов к работе с ключевыми чиновниками в краевом правительстве. Это совершенно безобразно сейчас выглядит. Действительно получается, что сейчас, подняв шум, то есть сейчас шум, по-моему, был поднят, так скажем, но это неуправляемая была история. Но я тебе говорю, что никто не контролирует. Да, эволюционно возникла какая-то история информационная, ее никто вообще не контролировал, хотя правительство Забайкальского края я постоянно об этом говорю, но это действительно важный фактор. Существуют достатки специалистов, структур, денег, для того, чтобы любую информационную волну обуздать. Ты знаешь, я полагаю, что для этого надо уметь это делать. Слушай, но там какие-то специалисты, которые нам тут просто придумали из воздуха губернатора Осипова, уж они, наверное, могли... Во-первых, они сменились. Ну да, ладно, давай не будем в это погружаться. То есть действительно была неуправляемая информационная волна, которая просто смыла министра. Слушайте, завтра может любая другая волна возникнуть. То есть завтра что-нибудь день загорится, не дай бог. Да, похожая на самом деле история была летом с поступлением детей вице-губернатора Ванчиковой в вузы по целевому назначению. Если бы Айгма Гармаевна хотела бы в этот момент смуться этой волной, она бы легко бы смылась. Но это еще зависит от человеческих качеств. Но по масштабам это была очень похожая история. То есть все высшие чиновники Забайкальского края уже давно поняли, я совершенно в этом убежден, что они ничем не прикрыты, ничем не защищены. То есть с точки зрения информационной. С точки зрения нарушения федерального закона, они как-то полностью прикрыты. То есть можно нарушать любые практически сейчас в Забайкальском крае федеральные законы, и тебе ничего не будет. Можно лезть в истории, которые прямо там на грани с уголовщиной, и тебе тоже ничего не будет. От этого ты как-то прикрыт. Но если говорить о информационных волнах, то смыть может любого вообще. Кроме, по-моему, губернатора. И то, потому что решение принимается в Москве. И эта волна просто, по-моему, до туда не дошла. Местные волны не считаются, видимо, знаковыми, для того, чтобы губернатора менять или не менять. Здесь, получается, можно поменять министра, можно поменять вице-премьера или вице-губернатора. И здесь, в данном случае, все будет зависеть действительно от человеческого фактора. То есть Шангена просто не выдержала этого. Ну или она не хотела в этом находиться. Я бы точно не... Если бы я был на месте с Шангеной, автоматически же в таких историях ставишь себя на место человека, я бы давно оттуда ушел. Я согласна, что это последняя точка. Именно отыгранная, как будто бы, ситуация с Харагуном. Да. То есть ты за что-то бьешься месяц, находишься во всем вот этом вот... Совершаешь ошибки, учишься на этом. Совершаешь ошибки, да. Сама с этими ошибками потом возишься. И потом кто-то тебя обходит и говорит, что ты зря вот это все делала. Ну, блин, удивительно, что она... То есть я решение Шангеной и понимаю, и поддерживаю. Ей было сложно находиться на этом посту. Она была к нему не готова. Ей не хватило времени для того, чтобы научиться. Может быть, она и не очень умела учиться. Но, тем не менее, у нее была смелость на этой должности находиться. Она все это пережила. И этот опыт, который она накопила, оказался совершенно не нужен ни губернатору, ни краевому правительству, к огромному сожалению. Сколько вы там еще собираетесь людей перемолоть в этом Минздраве перед тем, как остановитесь? И о чем должны думать люди, которым вы звоните, чтобы предложить эту должность? Это, конечно, совершенно безобразно. Вот. Но в истории с больницей с Харагуном, она же тоже является частью этого процесса. То есть отставка Шангеной, безусловно, связана с больницей с Харагуном. То есть там вернули, насколько я понял, круглосуточный стационар. Вообще-то надо съездить и посмотреть, как это все осталось. Да, мы съездим, я думаю, и посмотрим на этот круглосуточный стационар в очередной раз. Но история с возвращением этого круглосуточного стационара вообще ничего не решила. Я в этом убежден на 99%. Денег там больше не стало. Система не изменилась. Из федерального центра ничего не выбили. То есть можно предположить, можно назвать эту историю темой про то, что власть услышала людей, но до этого она как будто бы не слышала, не понимала, не знала. То есть история с Харагуном, несмотря на то, что харагунцы добились своего, в масштабах и Хилокского района, и Забайкальского края, в негатив власти сыграла, по-моему. То есть власть создала очередной прецедент, который, по-моему, и эту же власть еще больше запутал. Что делать-то дальше? То есть там также будет кредиторка в Харагуне. Вы ее, честно говоря, в январе никак не решили. Вот то, что там в январе произвели, то есть там убрали круглосуточные койки, но оставили круглосуточный пост, скорую помощь. Харагунцы спрашивали, вы на чем сэкономили? Да, то есть оставили то же количество врачей. Где это была экономия? Ну подожди, я не знаю, вопрос Чеглова про это. Что вы сэкономили? Чеглова сказала, что я к вам приеду через месяц, это будет, не помню, какое это февраля, 23 февраля или 24 февраля, и расскажу вам, какая экономия произошла. По-моему, в текущем моменте экономия была весьма условная, и люди, которые конкретно принимали решения, которые вынуждали центральную районную больницу, и в том числе Краевой Минздрав принимает решения по Харагуну, старательно оставались в стороне, в том числе от этой информационной волны. Просто стояли сбоку и смотрели силы, смелости для того, чтобы выйти к людям и объяснить, что происходит, ни у кого из них не нашлось. Вот, поэтому, что еще? Как будто бы все. Да, мы совершенно искренне в конце, Оксана Владимировна, я думаю, что вы смотрите эту редколлегию, желаем вам удачи на новом посту. Любому человеку на этом посту сейчас хочется сказать, держитесь. Но то же самое мне хотелось бы сказать коллективу Министерства здравоохранения. Мне вас жалко, честно говоря. Не по-плохому, жалко, а по-хорошему. Мне жаль, что вы сейчас оказались на таком историческом промежутке, когда в правительстве Забайкальского края, в органах исполнительной власти, в Минздраве творится адовый бардак. Все бы ничего, если бы это было Министерство сельского хозяйства. Все бы ничего, если бы мы не были, если бы мы были бессмертными эльфами. А мы нет, да? Но жизнь одна и профессиональная карьера у каждого человека одна. И мне жалко смотреть, как десятки, а может быть и сотни людей вот в этом управленческом звене региональной системы здравоохранения тратят годы своей врачебной управленческой карьеры для того, чтобы в этом всем болтыхаться. Никто из них этого 100% не заслуживает. Это нечестно, это несправедливо, это неэффективно, это неправильно. Это приводит к пережиганию сотен миллионов бюджетных рублей, которые с таким трудом со всей страны собираются, со всего региона, с каждого человека. И когда-то это должно остановиться. Когда, ну вот мне, мы не можем даже предположить, да. И я здесь подержу замечание Кати, что ладно, если бы это было Министерство сельского хозяйства. И ладно бы, если бы в этом хаосе и бардаке гибли посевы просто, да? Хотя лучше бы и посевы не гибли. Да, лучше бы и посевы не гибли. Но в истории с Министерством здравоохранения весь этот адовый бардак приводит к тому, что где-то умирают люди. Или где-то люди не получают должную врачебную помощь. Да, и страдают. То есть страдают совершенно конкретные люди от того, что кто-то не может организовать нормальную систему управления региональным здравоохранением. Это безобразно. Мы никто этого не заслуживаем. Ни врачи, ни управленцы в здравоохранении, ни их пациенты, ни здоровые люди этого не заслуживают. Ни другие чиновники, ни вице-премьеры, ни министры. Никто этого сейчас не заслуживает. Это требует корректировок на региональном уровне, на уровне решений, которые принимает губернатор, ключевые вице-губернаторы и вице-премьеры. Пожалуйста, услышьте нас. Для нас это для всех очень важно. Как еще это нужно объяснить? Что грамотное устройство работы регионального здравоохранения влияет на каждого человека в этом регионе. У нас для того, чтобы все нормально организовать, еще до сих пор все есть. Есть деньги, есть инструменты доставки точки зрения с уровня региона на уровень федерального центра. Есть люди, которые готовы работать. Вы что творите-то? Сколько можно уже? Все? Да, давно. Спасибо за внимание. Здоровья вам всем. Счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok